С одной стороны, мужчины говорят, что порядочные девушки прыгают в постель только после замужества. А с другой, почти любого современного мужчину тошнит от слова «закс». Вот как с этим быть, Андрю? Проблема в том, что брак и семья в современном мире — это две разные вещи. И любой мужчина, который думает головой, а не головкой, понимает, что в официальном браке для него ноль плюсов. Конечно, создавать семью — это сложно и ответственно для обоих. Но современные модные течения вроде феминизма настолько извратили понятие о браке, что мужчине лучше вообще туда не лезть. Вот давай подумаем логически. Если мужчина изменил жене, она может подать на развод, отсудить у него полквартиры, забрать ребенка и получать алименты. А если женщина изменила мужчине, то он может подать на развод, отдать женщине полквартиры, отдать ребенка и платить гулящей жене алименты. Что это, блядь? Она тебе изменила, а ты еще должен ей доплачивать. Это работает и без брака. Да. В некоторых странах для этого даже не надо быть женатым. Конечно. И такие антимужские законы принимаются под вывеской «равенство и демократии». Но в чем равенство, если в таком браке мужчина в позиции раба, а женщина в роли королевны? Полная безнаказанность для нее и полная зависимость для него. И есть еще один важный момент. Как бы вы ни хуесосили мужчин-кобелей, половой рынок все же регулирует женщины. Именно они в конечном итоге решают, перед кем раздвигать ноги, а перед кем нет. И если бы женщины действительно хотели вступать в брак и строить крепкую семью, все несколько миллиардов носительниц вагины просто перестали бы давать мужчинам до замужества. И тогда хочешь не хочешь, а мужчинам пришлось бы жениться. Но вы же сами этого не хотите и вовсю скачете по буям, а потом требуете этого от мужчин. И вся эта поебота про феминизм и равноправие, которую навязали вам современные психолухи, все это только рушит основы крепкой здоровой семьи. Этот абсурд довели до такой степени, что мужчине даже не разрешается быть мужчиной в своем собственном доме. В Британии, например, есть закон об эмоциональном насилии. То есть я могу жениться на женщине, никогда не поднимать на нее руку, но поднять на нее голос, и моя жизнь накроется пиздой. Если она завтра пойдет в ночной клуб бухать с толпой мужиков и подставлять им свои дырки, а я повышу на нее голос и скажу, «Какого хуя? Ты же моя жена. Сиди дома». Она может вызвать полицию, назвать меня арбузером и меня арестуют. Это же безумие! А я напоминаю, что все курсы Эндрю Тейта на русском уже доступны в нашем Телеграм-канале. Современные методы заработка, вся база прособлазнения и огненная мотивация на каждый день за сущие копейки. Уже тысячи мужчин изменили свою жизнь благодаря курсам Эндрю Тейта. Переходи по ссылке в описании и вступай в мужское сообщество. Или оставайся на дне. Выбор за тобой. А что ты думаешь насчет алиментов? Алименты — это более широкая тема, потому что в этом тройничке, кроме мужчины и женщины, замешано еще и государство. Большую часть истории человечество провело в постоянных войнах. И было много случаев, когда женщины оставались вдовами. Раньше это решалось очень просто. Никто не насаждал идею. Один мужчина — одна женщина. Самые удачливые и ресурсные бабуины просто брали под свое крылышко кучу женщин, и никто не играл в моногамию. Современное общество устроено по-другому. Большие дяди наверху решили сделать свой скот еще более управляемым, чтобы все было четко и понятно. Один мужчина — одна женщина. Мужик обабился и превратился в женщину с членом, а женщина утратила свои основные женские качества и стала мужиком с пиздой. Вместо двух рабочих рук стало четыре. Теперь оба вкалывают на заводе, как порядочные работяги. И, конечно, такого мужчину легче держать на коротком поводке, чем неконтролируемого бабуина, у которого целый гарем. А так как многоженство законодательно запрещено, то в случае развода содержать детей государству пришлось бы из своего кармана. Вот для этого и придуманы алименты. В мусульманском обществе и странах с более традиционным укладом алиментов нет, потому что там семью не испоганили всей этой феминистической поеботой. Вы же своими антимужскими законами довели мужчин до того, что они не хотят вступать в брак, не могут быть хозяином в собственном доме. Женщина вместо того, чтобы слушаться мужчину, поддерживать его и проявлять уважение, превратилась в дорогой аттракцион по мозгоебке, который постоянно припирается. Из плюсов только то, что иногда готовит и сосет по утрам, а потом программа даст сбой. Она запрыгнет на хуй соседа снизу, отсудит у тебя большую часть того, что ты зарабатывал тяжелым трудом ради вашего общего благополучия, а в конце еще и виноватым выставит. Поэтому, отвечая на твой вопрос, должен ли мужчина помогать с содержанием ребенка после развода? Да, должен, но только если ему самому этого хочется. Не выбивай из меня бабки, будучи в сговоре с государственной машиной, а стань настолько хорошей женой, чтобы даже после расставания мне хотелось помогать тебе. И вот тут всплывает самый важный нюанс. Для того, чтобы мужчине хотелось помогать тебе материально после развода, ты должна настолько изъебнуться, настолько во всем угождать ему, поддерживать, быть благодарной за все его усилия, что большая часть женщин это не потянет. Уже не получится ебать ему мозги, огрызаться, изменять по пьяни с соседом-алкашом, а потом требовать деньги от мужа, который не выдержал такого унижения и дал по съебам. Придется делать то, что феминистки так не любят, быть хорошей женщиной. А иначе какого хуя я должен тебе помогать? А теперь представь, что женщина была хорошей женой, но через время приходит и говорит, «Милый, наши чувства остыли, ты у меня самый лучший и точно выебешь весь мир, но уже нет того огонька, как в начале, и нам пора расходиться. Я позабочусь о твоем ребенке, возьму это на себя, а ты можешь встречаться с ним в любое время. Спасибо за те старания, которые ты в меня вложил». Согласись, такой девушке уже хуй откажешь, потому что в ней чувствуется искренность и честность, а не как обычно, вытереть об мужчину ноги, разосраться и поиметь с него что-то. Это все понятно, но ведь женщине тоже важно чувствовать себя защищенной, если мужчина от нее уйдет. И странно, когда про алименты говорят не как про долг мужчины, а как про одолжение с его стороны. Типа, хочу заплачу, хочу нет. Ну а как быть, если женщина вела себя хорошо, а он оказался подонком и бросил ее? Что если мне исполнится 50 лет, он уйдет к какой-нибудь более молоденькой, а меня оставит одну с голой жопой и ребенком на руках? Это же очень некрасивый поступок. Это звучит, как будто тебе должны приплачивать за твой плохой выбор. Но он же не сразу стал мудаком. Не хочу тебя обидеть, но это выглядит именно так. Тебя же никто насильно в постель не тянул, ты сама его выбрала. Значит, и все последствия ты берешь на себя. Но когда мы женились, он брал на себя ответственность за меня. Нельзя по щелчку пальцев отменить все эти обязательства. Мы остаемся семьей до конца жизни, и он обязан помогать мне и ребенку. Если бы у меня была зарплата выше, чем у него, я бы сама тоже ему помогала. Это, кстати, интересный момент. Потому что если вы заглянете в другие, казалось бы, менее развитые страны, например, Польшу и Чехию, то по факту в них гораздо безопаснее жить мужчине. Там нет ебанутых законов об алиментах. Мужчину там не доят. Он сам по своему желанию помогает ребенку. И все нормально. Живут же как-то без этой хуйни. А что касается непорядочных мужчин, которые кидают через хуй женщин, то здесь важно видеть полную картину. А она крайне пиздецовая. Благодаря всем этим модным штучкам вроде феминизма, благодаря рассказам психолухов про равенство, когда женщина натягивает на себя неестественную для нее мужскую роль, благодаря ебанутым законам, когда женщина может на ровном месте отсудить твое честно нажитое имущество лишь по факту наличия пизденки между ног. Все эти вещи делают межполовой рынок, и брак настолько опасными и рискованными для мужчины, что лезть туда и играть по правилам – это то же самое, что добровольно положить свои яйца в капкан. В шахматах есть такое правило – иногда, чтобы выиграть, нужно просто не проиграть, держаться долгое время и не подставляться. Вот и современный мужчина задается вопросом – «А как мне не остаться на обочине жизни с голой жопой?» Ответ прост – не ставить себя в зависимое положение от женщины, когда тебя могут обчистить и поиметь в рамках закона. Раз игра изначально настолько жестока и настроена против мужчины, я просто не дам втянуть себя в это говнище. Я буду цинично трахать тех девушек, которых захочу, строить отношения по своим правилам, буду дозировать свое внимание и ресурсы, которые трачу на девушку, в зависимости от того, насколько хорошо она себя ведет. Выебнулась, что-то сделала не так, сразу нахуй. И это не потому, что я жесток. Вы сами вынуждаете играть по таким правилам. Я с вами согласна насчет того, что доить мужчин и отжимать у них имущество после развода – это плохо. Но если у мужчины есть ребенок, и он не хочет платить алименты, это очень плохой поступок. Ладно еще не платить какой-то наглой бабенке, которая тебе изменила и теперь хочет тратить твои деньги на себя. Но какой бы плохой женой она ни была, позаботиться о своем ребенке – это ведь священный долг каждого мужчины. Помогать ребенку я только за, но алименты – это вообще про другое. Если бы нужно было платить какую-то фиксированную сумму в месяц, тогда вообще никаких вопросов. Пусть эти бабки идут на ребенка и дело в шляпе. Мне не жалко. Но в большинстве стран мира алименты – это процент от дохода мужчины. И именно это отпугивает любого порядочного бабуина. Если я миллионер, какого хуя я должен платить ей какие-то космические суммы? Я тяжело трудился и впахивал. А она в это время еблась с соседом у меня за спиной. Нужно, чтобы была такая система. Заплатил фиксированную сумму, сколько реально нужно для ухода за ребенком. А все, что сверху, это уже накидываешь по своему желанию. А знаешь, что еще в этом стрёмного для мужчины? Я никак не смогу отследить, куда уходят мои бабки. Любой стране мира можно прокормить ребенка за копейки. А если я богатый и плачу ей процент со своего многомиллионного бизнеса, куда она денет эти бабки? Это унижение для мужчины, если она мне изменит, а потом будет одеваться в гучи, ходить в рестораны и гонять на дорогих тачках со своим новым ебарем на мои же деньги. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Обязательно заглядывай в наш телеграм-канал. Там собраны все курсы Andrew Data с лучшей русской озвучкой. Уже тысячи мужчин изменили свою жизнь благодаря курсам Andrew Data. Это абсолютная база про заработок для женщин и успех в жизни мужчины. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok